До выборов президента в Молдове остается чуть больше недели. Центральная избирательная комиссия находится в разгаре подготовки по организации и проведению выборов в безопасных условиях из-за пандемии COVID-19, которая охватила не только Молдову, но и весь мир. Тем не менее, в Кишиневской типографии уже приступили к печати бюллетеней. На государственном языке их напечатают более 2 миллионов экземпляров, а на русском – более 700 тысяч. Для голосования граждан, постоянно проживающих в Приднестровье, на президентских выборах 1 ноября в 22 населенных пунктах на правом берегу Днестра и в Дубосарском районе будут открыты 42 избирательных участка. Доступ к урнам для голосования будет осуществляться в защитных масках с соблюдением всех карантинных требований. Это ключевые моменты для минимизации рисков распространения коронавируса. Что еще важно знать жителям Приднестровья, прежде чем отправиться на избирательный участок, пояснил секретарь ЦИКа Максим Лебединский. Большинство вопросов именно связано с этой пандемией. То, что заставило помимо основной задачи, которая является обеспечение права граждан избирать и быть избранными, обеспечить в том числе и абсолютно все меры для сохранения публичного здоровья и не допустить и распространения этого вируса. Если мы говорим о гражданах, которые будут голосовать на территории Республики Молдова, естественно, в первую очередь они должны удостовериться, что у них действительное удостоверение личности гражданин Республики Молдова, то есть чтобы не было с истекшим сроком. В случае, если документ истек, они могут получить временное удостоверение личности с отметкой его гражданства Республики Молдова и указания местожительства. Также нужно знать, что голосование проводится с 7 утра до 9 вечера. Право избирать осуществляется только на одном избирательном участке, то есть это единоразовое право. В случае, если будут попытки повторного голосования, человек может быть подключен к уголовной ответственности. Также в контексте пандемии коронавируса COVID-19 нужно узнать соответствующие элементарные правила безопасности публичного отборожья, то есть что вход на избирательный участок допускается только защитной маской. Приходить на избирательный участок желательно со своей ручкой, чтобы не допустить средачу этого вируса. Нужно сохранять дистанцию в обязательном порядке при выходе из избирательного участка будет в том числе и дезинфектация рук избирателя. В остальном это обязанности окружной избирательной комиссии, которая должна уже работать в части дезинфекции пациента и самого избирательного участка. Это, скажем так, те новшества, которые должны быть применены в связи с этой пандемией. Голосуй безопасно на президентских выборах. Когда идете голосовать, убедитесь, что у вас есть защитная маска и ручка, чтобы расписаться в списке избирателей. По прибытию на свой избирательный участок правильно наденьте защитную маску и соблюдайте дистанцию не менее полутора метра от других граждан. Обязательно продезинфицируйте руки и согласитесь на проверку температуры тела. Предъявите удостоверение личности оператору избирательного участка и служащему избирательного органа. Снимите маску только для того, чтобы вас опознали, взявшись за резинки обеими руками. Распишитесь своей ручкой в списке избирателей. С избирательным бюллетенем пройдите в кабину для голосования и проставьте в нем штамп ответственно и осознанно. Бросьте заполненный бюллетень в урну для голосования. При выходе с избирательного участка рекомендуется продезинфицировать руки. Голосуй ответственно. Голосуй безопасно. Жители Приднестровья, придя на любой избирательный участок, должны знать и о том, что голосовать они будут по дополнительным спискам. Также для жителей Левобережья не предусмотрена выносная урна. Если мы говорим о гражданах, проживающих на территории Приднестровья, они могут прийти в любой из тех таракат двух участков, которые открыты для данной категории граждан. Списки нахождения данных участков объявлены на сайте Центральной избирательной комиссии. Указаны и населенные пункты, где они открыты и конкретные адреса данных. Их вписывает в дополнительный список, это чистые листы, куда вписывается гражданин. К сожалению, в мобильную урну мы не можем выслать на территорию Приднестровья. То есть единственная возможность проголосовать, это прийти на один из этих участков. Ни для одной категории граждан Республики Молдова не предусматривает дистанционное голосование. То есть ни онлайн, ни посредством почты или какого-то любого другого способа. Только в день голосования с 7 утра до 9 вечера и только на избирательном участке. 1 ноября граждане Молдовы будут выбирать главу государства из восьми претендентов. Одержавший победу кандидат будет руководить страной в течение четырех лет.